Был уже совсем темно Ну что там? Они обошли здание кругом Ищут какую-нибудь щель, чтобы внутрь пробраться Ах, какой ужас! После долгих поисков крысы нашли, наконец, узкую щель И вскоре зубами и когтями расширили ее Крысы жадно примихивались к запаху пшеничного зерна Оно уже близко И вот, сплошной лавиной крысы ринулись туда, где лежало зерно Эй, тетушки совы, где они? Они добрались до пшеницы Они ее жрут Ну все, это конец Скоро они и за нас примутся Тише, тише Что такое? Дайте послушать Все замерли И в наступившей тишине все услышали тоненький чистый звук Что это? Кто-то играет на дудочке А эти Что делают? Жрут? Нет, слушают Внезапно дудочка смолкла Ну что, слушают? Нет, опять жрут Пу-то, чтоб им подавиться Тише, я вас умоляю Дудочка заиграла снова Она играла все смелее, все громче Эй, тетушки, они опять слушают? Нет, они бегут Куда бегут? Одна за другой крысы оставляли добычу и бежали на звук дудочки Они скатывались по лестнице, бросались вниз прямо из окон Они спешили попасть во двор Туда, откуда неслась зовущая песня Тетушки миленькие, ну что там? Крысы сбежались во двор Все до единой Но почему? Я, я ничего не понимаю Там стоит маленький человечек Он играет на дудочке А они его слушают? Да Крысы плотным кольцом окружили человечка И, подняв острые морды, не отрывали от него глаз Чуть только дудочка замолкала Крысы оскаливали пасти, щелкали зубами Что такое? Почему он остановился? Ой, сейчас бросятся Растерзают Играй, играй же, наконец И дудочка заиграла Наконец маленький человечек Собрал всех крыс И, не переставая играть Медленно двинулся к воротам Милые дамы, ну что там происходит? Они уходят Как уходят? Куда уходят? Они уходят из замка Ох, не верю, я вам не верю Они идут за маленьким человечком Человечек насвистывал на своей дудочке и шагал все вперед и вперед Он шел полями и оврагами, а за ним сплошным потоком покорно шли крысы Наконец он подошел к озеру У самого берега, как лодка на привязи, покачивалась на воде серая гусыня Не переставая играть, человечек прыгнул на спину гусыни и она поплыла к середине озера Крысы заметались, забегали вдоль берега, но дудочка все звонче звенела над озером Еще громче звала их за собой Забыв обо всем на свете, крысы ринулись в воду Когда вода сомкнулась над головой последней крысы Гусыня со своим седоком поднялась в воздух И когда они пустились на берег, Акка сказала Ты молодец, Нильс, ты хорошо справился с делом, ведь они могли загрызть тебя Да, признаться, я и сам этого боялся Ха-ха, ну кто бы поверил, что такой маленькой дудочкой можно усмирить целое крысиное войско Эта дудочка волшебная, все звери и птицы слушаются ее А где же вы ее взяли? Ее принес старый филин, а филин удал ее лесной гном Лесной гном? Ну да, лесной гном Правда, он не хотел давать дудочку, когда узнал, что она попадет в твои руки Филин еле его уговорил И за что этот гном так сердится на тебя? Нильс ничего не ответил Только тяжело вздохнул Когда они вернулись в стаю, все уже знали о подвигах Нильса Вся стая с шумом и криком окружила Нильса Всем хотелось поприветствовать его, бесстрашного воина, победителя серых крыс После всех поздравлений Нильс забрался под крыло к Мартину и проспал весь день Чтобы дать Нильсу отдохнуть, Акка решила отложить отлет на целый день Вечером, когда уже стемнело, Акка сказала Сегодня все могут спокойно выспаться Лиса с мира можно не бояться А завтра на рассвете в путь Гуси были рады отдыху Спрятав головы под крылья, они сразу уснули Не спал только Нильс Глубокой ночью он тихонько выбрался из-под крыла Мартина И, убедившись, что никто его не видит, быстро зашагал к замку У Нильса было важное дело Во что бы то ни стало, он должен был повидать филина И узнать у него, где живет лесной гном Пусть он живет хоть на краю света Я все равно его отыщу И пусть гном потребует все, что захочет Я все сделаю, только бы снова стать человеком Нильс долго бродил вокруг замка, пытаясь высмотреть филина где-нибудь на башне Но было так темно, что он не видел даже собственной руки Он совсем продрог и хотел уже возвращаться Как вдруг услышал чьи-то голоса Нильс поднял голову Четыре горящих точно фонарики глаза светились в темноте Это были тетушки совы Теперь-то он герой А ведь раньше от него всем доставалось Сколько он гнезд разорил Один раз страшно даже сказать, что он сделал Подшутил над лесным гномом А как? Да в сачок его посадил и давай трясти Ой, батюшки! Ну, гном его и захолдовал Неужели он никогда не превратится в человека? Трудно ему теперь человеком стать Ведь для этого знаешь, что нужно? Что? Что? Ой, это такая страшная тайна А вдруг нас кто подслушивает? Совы замолчали и прислушались Нильс перестал дышать И застыл, как изваяние Но сердце у него билось так сильно Что в ушах у Нильса будто молотки стучали Сова его, конечно, услышит И тогда все пропало Но, к счастью, сердце у него было совсем крохотное И совы ничего не услышали Ну что, ничего не слышишь? Нет, а ты? И я нет Ну тогда давай, рассказывай Ну так вот Не быть этому Нильсу человеком Пока жив его друг Белый гусь Мартин Что? Как это? А вот так Этот самый Нильс может стать человеком Только тогда, когда умрет белый гусь Ничего себе Вот так условие Это гном так наколдовал Ну да А теперь, говорят, и сам не рад А сделать ничего не может Почему? Уж больно крепкое заклятие оказалось Ой-ой-ой-ой-ой Это что же теперь получается? Если белый гусь в беду попадет Так этот самый Нильс радоваться должен Погибай, дескать Пропадай, друг любезный Так что ли? Ну уж ты скажешь радоваться Уж кто-кто А мальчишка этот друга в беде не бросит Ну сейчас не бросит А вдруг он узнает Как ему стать человеком Как он тогда поступит Ой, да ну тебя Ничего он не узнает Кто ему скажет-то? Ты ведь никому не скажешь Я? Ну что ты, милочка Как можно? Это же страшная тайна О, страшная Страшная тайна Совы захлопали глазами Завертели головами И бесшумно взмахнув крыльями Улетели А бедный Нильс Не мог сдвинуться с места Теперь он знал Как ему стать человеком Но лучше бы ему этого не слышать В это трудно было поверить Неужели, чтобы сделать Нильса счастливым Его самый близкий друг Милый, добрый Мартин Должен погибнуть Нет 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 Не бывать этому Не надо мне такого счастья Пусть лучше Уж лучше я останусь маленьким Подул ветерок Ночь подходила к концу Нильс тяжело вздохнул И, понурив голову Медленно побрел к стае На следующее утро стая поднялась И снова полетела на север В Лапландию Путь близился к концу И вот, наконец, показались Мощные серые скалы Они возвышались над широким Круглым озером Там, у подножья серых скал Стая Аки к небе Кайсе Проводила все короткое северное лето Там дикие гуси строили гнезда И выводили птенцов И вот уже стая, сделав над озером круг Начала снижаться Ура! Прилетели! Вот она! Лапландия! Бросай якорь, Мартин! Стая опустилась на берег Поросший густым камышом Всюду уже кипела работа Переселенцы устраивались на новых квартирах Кто тащил в клюве веточку Кто охапку травы Кто клочок мха Кроме стаи Аки Тут было много других стаи Так что через несколько дней У подножья серых скал Вырос целый гусиный город Мартин успел познакомиться С красивой гусыней Марты И новая семья тоже обзавелась Собственным домиком Нильс тоже соорудил себе домик Из прутиков и палочек А стая ласточек Мигом обмазала его глиной Домик получился прочный и сухой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok